Курить не модно. Депутаты областной думы провели классный час в лицее номер 22. Ребятам разъяснили основы законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Среди собравшихся старшеклассников курят всего четверо. По нынешним меркам это совсем немного. Я отрицательно отношусь к курению, но мне кажется, что сколько бы людям не проводили таких вот занятий, каждый для себя сам выбирает, как ему действовать. То есть если человек курит, то ему уже, мне кажется, не внушить, чтобы он перестал. То есть он сам должен захотеть, и тогда он перестанет курить. Депутаты в качестве лекторов – это своеобразное ноу-хау. Практика показывает, к политикам прислушиваются лучше, чем к родителям или учителям. Дети относятся с полным пониманием. Действительно нужно вовремя оказать поддержку, помощь детям, рассказать. Может быть, родители не всегда слушают. А когда говорит человек политик и человек близкий, даже можно сказать по понятиям, дети понимают. И к этому относятся очень-очень серьезно. Депутат Эмилия Старцева перед ребятами выступает и как врач-кардиолог. Медики вынуждены констатировать неутешительные цифры. 400 тысяч человек в России ежегодно погибают из-за курения. Сигарета стала вредной привычкой для 40% населения страны. Стремительно молодеют такие заболевания, как рак, гипертония, инфаркт и инсульт. Если раньше у меня были больные с такой патологией пенсионеры предпенсионного возраста, то сейчас с инфарктами у меня появляются больные уже в 36-38 лет. Это печально, это страшно. Гипертонические болезни, в общем-то, мы отмечаем уже и у детей, и у подростков. Ребятам раздают вот такие информационные памятки. В них указано, куда жаловаться на тех, кто игнорирует закон и курит в общественных местах. Согласие взрослых, ребята повесят памятки в подъездах своих домов. А в качестве поощрения за такое общественно полезное дело старшеклассники получат билеты в кино. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...